Шалам, дорогие друзья! Всех поздравляю с наступающим праздником Ханука! Уже 22 декабря, в воскресенье вечера, мы будем все зажигать первую ханукальную свечу. Итак, Талмуд сразу обещает, что все, кто правильно зажигают свечи, свеча — это мудрость, его сыновья будут мудрецами Торы Томамедеха Хамим, и объясняют раньше, про какие свечи говорится, про ханукальные и шабатные свечи. Всем известно, что они отличаются друг от друга во всем. Причем, ханукальные свечи — это такие святые свечи, нельзя пользоваться их светом. Шабатные свечи — это специальные свечи, которые должны светить нам, и наоборот, мы должны пользоваться их светом. Шабатные свечи должны обеспечивать комфорт в доме, и швомбайт, чтобы никто никого не толкнул в темноте, чтобы никто не упал, чтобы не было вот этих всех, там, разлить воду на кого-то, что-то опрокинуть. Нужен свет в шабат, чтобы был швомбайт. Но ханукальные свечи, нет, это ханукальное чудо, нельзя ими пользоваться, такие вот святые свечи. Спрашивает Талмуд, а если есть человек, у которого нет возможности купить и шабатню, и ханукальную свечу, что ему делать? Говорит Талмуд, очевидно, что покупай шабатние свечи. Почему? Ведь шабатние свечи это швомбайт, это мир в доме, а мир это самое-самое главное. Да, ханукальные свечи это очень важно, великое ханукальное чудо. Но говорит Талмуд, человек, запомни, что самое главное в жизни это мир. И если у тебя есть выбор, сделать мир, швомбайт в шабат, зажечь свечи, чтобы все было комфортно, приятно, чтобы у всех было хорошее настроение, и не было, не дай бог, никакой ссоры, или зажечь великие ханукальные свечи, все-таки зажги шабатние свечи, и чтобы был мир в семье. И Тора везде подчеркивает, что мир в семье, мир в принципе, это самое-самое важное. Мы знаем из недельных глав, которые мы совсем недавно читали, что когда Бог обещает Аврааму и Саре, что у них скоро родится сын, через год, Сара говорит, я старушка, Авраам старик, как же мы родим? И когда Бог говорит Аврааму, слушай, а что там Сара как-то вот, ей не верится, что у вас будут дети, и она говорит, что она старушка, и Бог не упомянул, что она сказала про Авраама, что он тоже старый. А как же Бог может что-то не упомянуть? Это же не стопроцентная правда, как такое может быть? Но Бог не хотел, чтобы они ссорились, что, Сара, ты сказал, что я старик. Чтобы не было такой ситуации, Бог был готов немножко, не все ему сказать, не всю правду. Главное, чтобы ушла мбайт. Также мы знаем, что если муж подозревает жену, так называемая сота, Бог разрешает стереть его имя с пергамента, главное, чтобы был мир в семье. И давайте обратим внимание, что самая главная молитва, 18 благословений Шмуна Эсре, она тоже заканчивается брахой, благословением про мир. Мир это самое-самое топ, самое-самое важное. Амэвореха таму Исраэль башалом. И даже биркаткуаним, благословения коэнов, которые происходят в Израиле ежедневно, каждая их браха заканчивается вайасэмлиха шалом, 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 три раза. Самое главное это мир, до такой степени, что написано в Талмуде. Что даже когда люди грешат, им полагается наказание, если они живут мирно, друг с другом, и везде есть мир, Бог не будет их наказывать. Потому что есть мир, шалом это самое главное. Поэтому очевидно Талмуду, что если у тебя есть возможность, либо шабатные свечи, либо ханукальные, это, конечно, обидно, но зажигай все-таки шабатные свечи, принеси мир в дом, а дай Бог, в следующем году у тебя получится зажигать и те, и те свечи. Я всем желаю шалом. И давайте немножко задумаемся еще больше. Немножко, а еще больше. Как это важно шалом, что даже шабатные свечи важнее ханукальных, и даже Бог сказал Авраму частичную правду, чтобы не ссорить его с Сарой, и так далее, и так далее. Малат ашалом. Как же важно мир в доме шаломбайт, мир с людьми, и мир во всем мире. Еще раз всех с наступающим праздником ханука. Дай нам Бог получить беркат ашалом, чтобы всегда у нас у всех был только мир. Субтитры создавал DimaTorzok